здравствуйте как погода феникса нормально тепло у вас в этом году у нас снега не бывает там где я нахожусь вернее в аризоне бывает вообще а в фенексе нет давно уехали из бывшего из лет назад прикольно получилось ассимилироваться да мне очень класс сколько сегодня у вас подписчиков на канале больше 45000 и как у вас хватает терпения с россиянами общаться ну это я думаю что это уже опыт а как же все-таки внутренние вот человеческое что явная ну когда ты видишь извините за вражение муж я буду групп тупизм и когда человек не отдупляет что такое причинно-следственная связь потому что я не общаюсь с ними для того чтобы им что-то доказать или что-то от них услышать у меня есть конкретные цели и я просто к этим целям иду для меня важно чтобы другие люди слушали и кто-то для себя мой авторами я кстати подписался на вас очень интересный диалоги вы ведете интересный момент можно вопрос лично конечно как вы думаете из ваших диалогов то что вы вот посыл ведете свой хоть один процент задумывается что они вот что-то не так делать в этой жизни я думаю что не один процент может быть меньше но кто-то задумывается у меня были диалоги когда было видно что человек по сам случае слушай а если человек слушает это уже большой плюс знаете как работает психика у человека даже тот который отрицает да потом проходит какое-то время они начинают думать или что-то наблюдать зачем-то и какие-то фразы всплывают ним сознание из подсознания ой не знаю вот я живу в московской области не страшно потому что и вокруг себя вижу что люди очень многие за войну нет то что в россии большинство людей за войну это однозначно очень мало людей да это правда это правда и и я могу сказать вот я не знаю я не хочу вас учить вы очень грамотный человек судя по тому что я видел но украина воюет не с путиным украина воюет с общественно конечно потому что виновата в российской федерации бесспорно бесспорно в первую очередь население россии привело к тому что сегодня вытворяет путин потому что путин делает то что население ну такой тон задает ему однозначно потому что если бы толку людей находились на улицах и кричали о том что нет войне они нет 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 здесь все аморфно да я не знаю как историю знаете но по моему в римской империи был такая фраза что если раб не хочет быть свободный бессмысленно давать ему свободу в истории уже это было когда действительно рабам давали свободу они ходили гуляли а потом через время возвращались своему хозяину конечно это должно пройти поколение должно пройти время естественно то же самое человечество уже это все проходило и знает почему я часто говорю я думаю что общество российское такое сейчас да общество российское сегодня она и так называют они доразвитые мира с его когда говорю недоразвитые это начнут есть развитие человеческое до человечества пошли идет развитие получает что-то развивается а россия деградирует наброски в обратную сторону у них все построено на прочь и стагнация идет очень большая вы не поверите очень большая катаюсь по регионам российской федерации москва-питер краевые и вас нет еще чуть-чуть теплица а в провинции совсем все жалко тяжко а у вас есть какие-то родственники в украине или корни потому что я слышу нотки у вашего голоса я скажу по-другому я еврей у меня в украине очень большая исторически сложился в россии не еврейская диаспора и у меня прабабушка похоронен на хмельницкой области в селе круглики прадед похоронен на втором еврейском кладбище по додесу и я живу сейчас московской области и у меня опять же болящие старики я уехать не могу мне надо за ними ухаживать и я ну в такой ситуации которая меня вот эта страна загнала в углу и что вы ждете вот как вам кажется что будет в дальнейшем к чему сейчас движет карте хотите скажу смешную фразу так как я еврей и все-таки дедушка меня учил правильно жить при любом кризисе всегда находятся возможности если бог сделает так что я останусь здесь на распаде российской федерации не будет есть что продать я вас услышал я вас не зря первые еврейские слободы выселял подальше от столицы но сегодня кстати вот еврейская тема да если затронули же эту тему сегодня очень много людей которые еврейской национальности находится по ту сторону ну скажем с другой стороны не на стране добра на стане зла то есть мы знаем эти все субъективно давайте посмотрим по-другому а если коснемся слишком глубоко например германия вторая мировая война для кого не секрет сейчас что в с верхушки это же самый гитлер был чешские евреи до полукровка и поменял букву фамилии это спорный вопрос я слышал про это но есть опровержение этому поэтому такой спорный мы мы не будем углубляться но то что в сс и в сд были евреи в верхушке это очень это очень неопровержимые доказательства да нет да если брать всю россию и сс все таки есть разница в том что в сс призывали призывали во второй мировой войне если историю израиля взять то у нас есть 12 родов 12 лет во второй мировой войне истреблялась только одно колено других колено не брали это тоже показатель большой что еврею и к сожалению убивали евреи это немножко там другая самостийность между собой чек и сейчас я скажу другую фразу господин зеленский он чистокровный еврей ему с папой мама повезло господин путин он полукровка у него мама шаломова чистокровная еврейка папа русич он полукровка и есть такая тема в еврейских планах больших планов которые нам к сожалению недоступны ну так как я чуть-чуть еврей мне тоже снова повезло когда есть полукровка его не пускают до хаты до созидания бытия то его это как бы свербит вроде как бы бог а все-таки полубожок ну вот например если взять вассерман знаете такой тоже евреи ему повезло до вассерман но повезло с папой с мамой и тем не менее он находится по другую сторону опять же давайте по-другому давайте вам сейчас такую фразу скажу которую наверное вы может не примите а может примите ничто не сделал нет вернее никто не сделал столько плохого для русскоязычного населения как путин нет я согласен с этим конечно самое большое зло и в резком обществе вообще воспитывался как вы думаете почему такие действия на уничтожение русскоязычного населения я думаю что здесь дело не в национальности человека и это именно убеждение убеждение есть очень много людей которые вот например в нацистской германии да не спрашивали ни про какие колена и людям говорили снимать штаны и показывай если человек показывал там не не было то что хотят видеть человек подвергаться и расстрелам и пыткам и сжигали на кострах согласен с вами но в то же время в сд такие же были обрезанные пацаны но здесь меньше меньше возможности было проверить потому что по отношению к евреям они же и сжигали вопрос в другом какая клановая борьба шла ну на сегодняшний момент как я это вижу да идет именно помимо того что естественно власть в россии захватили узурпировали и теперь держатся за эту власть и любыми способами хотят это преступная банда до держаться этой власти прямо этого еще и сегодня выстроена такая идеология вот двух мир опыта вот если сказать демократический свободный мир да и мир автократии в россии свобода нет поверьте да я знаю это конечно россии свобода я но знаете есть такая очень интересная надежда на двадцать четвертый год когда путин хочет опять на выборы эти самому младшему в кремле руководителем современной российской федерации будет 72 года самому старшему которые там вот министры всякие там руководители всякий должен занимать девяносто шесть лет а мы с вами находимся на срезе опять смена поколений а дети куда детей девать а кто думает о детях когда вы думали что кто-то думает о детях нет я знаю что в правительстве россии сегодня может быть из самых высших эшелонах власти но там они уже своих деток пристраивают куда депутатские кресла мэры внутри россии это давно мир от них отвернулся это правда мир отвернулся от россии даже господин медведев сын который имел кучу заправок и супермаркетов сша у вас где вы сейчас живете его депортировали бизнес этот законсервированный арестовал санкции наложен но сейчас идет большое противостояние да не вели этот ребеночек уехал в россию уехал папа же должен пристроить будет ребеночка куда-то как вам кажется куда он его пристроить бизнес сша рухнул рухнул это арестовано арестовано санкции пока заморожено но я имею ввиду что эти детки они не пристроены в мире они не нужны ни в италии не в австрии не и в англии не в сша это да эти детки не нужны миру мир понял что с этим обществом с этим кланом существовать невозможно он только сеет разруху и стагнацию а вы не боитесь находясь в россии об этом говорить ей времени можно ну я не знаю что такое складывается впечатление что вы не в россии находитесь где-то в россии московской области я могу вам телефон дать мы с вами поговорим вы увидите где я нахожусь по геолокации да мне ну может быть скрывать может быть вы в москве я наверное чуть чуть старше вас может быть смотрел за 50 с лишним лет мы наверное с вами что-то повидали конечно и нас с вами испугать уже чем-то очень сложно ну это знаете какой мы говорим про себя лично может быть да я с вами соглашусь а есть на которые очень боятся про меня но вот смотрите меня арестуют посадят тюрьму даже на 25 лет это этот период уже эта страна это это вот переживала тридцатые сороковые годы это уже переживала людей сажали 20 на 30 лет этот период уже был история циклично люди выжили и как-то продолжили свою ну как бы рота и как бы прожили но двух смертей не бывать одной не миновать понял то есть а вас много много людей таких как вы окружает вас нет россии наверно процента 2 который адекват и остальное все какая-то часть которые аморфные вообще молчат и не за наших и не за ваших просто заткнулись основная масса процентов 80 с лишним там зигую чуть ли не как германии было зиг хай но сейчас зиг путин там и все такое как это русский мир русский мир а 2 процента и знаете какая политика в россии их не особо гоняют но в то же время стараются как-то выжить с этой территории и не запрещают уезжать а кто самые бойки тех сажают но эти процессы очень показательные по телевидению по интернету вот недавно человека там зуб посадили на 25 лет то есть за слова за при посты четкие показательные процессы прям карательные а чтобы общество держать в стране и выдворяют людей которые более-менее с каким-то мнением за территорию российской федерации да это похоже не совсем правильно сравнивать но это похоже как иммиграция была после семнадцатого года сильный отток интеллигенции капитала да это так это так поэтому вы знаете когда когда украина победит в этой войне то российская федерация придет критичному пику мне будет что продать вопрос вопрос в цене продажи цены потому что когда идут такие времена вот при многие люди покупали квартиры в крыму да вот представьте себе сейчас будет деоккупация крыма происходить и что смогут продать эти люди которые за это время посмеяться я совсем недавно на тему с россиянами разговаривал под тему и ипотеки в ипотеке очень кабала сильная ипотека тяжелая на 20-30 лет под большие проценты не как в америке не под такой процент и условия более отягощенные и я спрашиваю людей зачем люди берут ипотеку если по всей глобальной территории россии из квартиры бесплатно потому что поселки и города разоряются и там совсем все плохо частности вот город амурс хабаровский край там вообще очереди нету мэра города бери не хочу приезжай не хочу вот те квартир потому что люди уезжают работы нет а ну и поселки тоже время я говорю и в то же время от белгородской области приграничные районы с украиной там дома очень хорошие были советские союза и на 100 тыс сейчас хорошие дома с газом пожалуйста землей бери не хочу я говорю зачем вы берете ипотеку на 10-15 миллионов за 100 тысяч землей купить дом с газом со всеми дела а я ж не поеду там же бомбят а как же телевизор где говорят что во всей россии все хорошо и все стабильно хочу вы не берете в оркуте где висят вывески люди уехали берите заходите живите а чушь вы не берете в городе амурске где трехкомнатная квартира 70 с лишним квадратов стоит 250 тысяч рублей она извините за выражение на никому не нужно потому что работа нет и когда ты начинаешь об этом говорить люди не все так хорошо в россии нет умерает умирает но люди не хотят в это ведь и фраза москва не россия россия не москва как никогда сейчас очень сильно я это часто слушал рулетки здесь вот россия они как москва это не россия это да 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 поверьте да поверьте да потому что я больше скажу у меня знакомый который работает так сама торн как правильно по-русски я очень плохо помню у меня бывают ошибки по русскому языку простите я долго не разговаривал на русском но как так и он по московской области катается там многие рис делает извозом работает а вы знаете московской области есть поселки где нет электричества потому что они не рентабельны они укрупнились присоединились каком-то городскому поселения совхозы колхозы предприятия закрылись люди еще остались жить а а финансировать муниципалитет не рентабельно да вот вам живой вопрос это 100 километров 200 там 50 от москвы ну да это фаска москва отличается потом следующий идет питер а потом долго долго ничего нет скажем так самое крупное круто самое крупное смешно в россии по я неправильно сказал наверно по-русски это мем когда построится екатеринбургская метро когда кто-то у вас будет из россии из екатеринбурга спросите а метро построили вы говорите что вы давно не говорили по-русски а на каком языке вы общаетесь на иврите а вы на иврите общаетесь находясь в россии вы общаетесь на иврите я 14 день сейчас в москве а у меня в хайфе я приехал отказываться от российского гражданства вот теперь я понял вот теперь все становится на свои места мне очень стало вот второй год идет война между россией украин и я очень много путешествую на свой семейный бизнес и когда видят а если вы знаете но в америке в частности когда тем более комиссара проходишь или там поможню и там очень сильно это все прослеживается если у вас есть какие-то там вопросы у вас могут быть вопросы поэтому я хочу остаться с паспортом гражданина израиля и отказаться от гражданства российской ну все правильно но я бы хотел просто поправить немножко что война уже идет не два года а война еще до этого с 2014 года в 2014 года началась так называемая завалированная агрессия гибридная война была а сейчас полномасштабно да сейчас полномасштабно а так вот теперь мне все стало понятно когда вы сейчас поэтому да я бы я вот я вот два месяца назад был в австралии и мне было очень тяжело потому что в австралии очень жесткие пограничные таможенные органы одни из сильнейших в мире туда въехать не совсем легко и когда они увидели я не знаю по каким нормам что у меня есть второй паспорт гражданина российской федерации у меня были вопросы но меня пустят ну вот я принял такое решение потому что по почте через консульство и через их бюрократию сделать это долго нужно личное присутствие так быстрее насколько времени а сколько времени занимает сейчас отказаться от российского гражданства есть вы возвращаетесь в россию и там отказываетесь от него физически недолго но я уже вот сегодня 15 15 дней вы до сих пор ждете чтобы документы но бюрократию никто в россии нет я понял но как вы планируете сколько это займет еще время я думаю осталось неделю максимум но они мне ничего сделать не могут фактически номинально я могу это бросить все и уехать потому что у меня паспорт гражданина израиля и меня никто не держит но мне бы хотелось галочка чтобы с меня это как бы ну абуза снилась потому что если я это все брошу и пустю на самотек то возможно это где-то останется что я номинально гражданин российской федерации но технически в мире сейчас это не так легко а когда но вы переехали в израиль сколько лет вы живете в в израилье делаешь том году понятно очень много лет ну немного меньше 30 лет даже меньше 30 лет нет я уже больше 30 лет а больше но очень неплохо говорить и парус я вот сейчас я сейчас с вами разговаривая даже слова какие-то вспоминаю чтобы сказать я заикаюсь извините да нет ничего я подбираю слова нет у меня бывает такое я причем так я могу общаться 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 и потом вдруг у меня начинают голову лезть и английские слова причем до этого мозг уже переключился на иврит и я вот с вами общаюсь а у меня предложение идут не на русском понимаете то есть и я речевое уже начинаю подбирать я понял но у меня видите экспириент опыт есть поэтому я по-русски хорошо говорю но канал кстати класс хотя бы очень сильно хейтят русские блогеры ну русские блогеры у меня были несколько роликов которые жаловались чтобы я удалил я удалил несколько роликов на на яграх не хейтят вас самое интересное и был один ролик который пожаловался чтобы закрыл лицо ему я закрыл лицо и один был который обещал что мой канал просто закроют но ничего не получать да и я я конечно удивился казалось бы вы никакое отношение к украине не имеете вы уже гражданин сша они чего-то вот боятся они боятся разговаривать путем аргументов и фактов им легче проще когда вот они обматерили их обматерили и вот на этом значит тогда вот можно показать в этом знаете какой большой из плюс чем меньше интеллекта тем нету будущего этой страны это правда потому что если вы берете интеллектом и умом и адекватом то значит а информации да как в россии говорили народ там не знающий своего прошлого не имеет будущего да если вы подкованы прошлой информации у вас есть будущее если люди не подкованы информацию них нет а я всегда добавляю так что народ который живет прошлым не помнит его оживет прошлым у этого народа тоже нет будущего а в россии это сейчас самая главная проблема россия живет прошлым и пытается толкнуть это прошлое всех остальных вот это деды во всем мире это скорбь да это день когда вот люди действительно могут вспомнить что-то да и сказать какое-то хорошее хорошо жить в этом не совсем хорошо да совершенно верно надо развиваться конечно нужно жить настоящим и будущим но помнить про вы 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 смотрели извините что перебил вы смотрели что илон масс сказал на падение тяжелой ракеты что именно скажите напомните может я что-то упустил или я слушал и что-то другое слышал он сказал очень просто это конечно наша ошибка она мы на этом не остановимся мы еще одну построим и будем развиваться то есть мы сделаем вывод из своих ошибок и мы дальше будем продолжать то есть люди не стоят на месте и принимая как эту трагедию и катастрофу как информацию к размышлению исправление ошибок человеческий опыт это комплекс его ошибок прошлом которые он совершал а потом делал так чтобы этих ошибок больше не было то есть это называется он также как на его хейт или маска он конечно бизнесмен еще тот хитрый конечно классно мне нравится но не суть а также как вы хейтили когда вот эти вот ступени которые приземлялись да да они очень много тоже падали в начале его хейтили за это вот он там такой секунд но он сказал это опыт а потом они все приземлились конечно и у него появились инвестиции контракт дело времени безусловно и полетит и все будет в порядке в америке вот я о чем говорю здесь в россии я не вижу развития но не вижу люди думают о какой-то ерунде каком-то русском мире а как будто это а какой-то ребят а когда вы собираетесь жить когда вы собираетесь растить детей строить дом ребята вы о чем когда вы собираетесь путешествовать вам весь мир отказал визах вы не можете путешествовать нам этого не надо господи ну очень узкий узкое мировоззрение очень узкой и это в шоке да это ли я с которым я жил в детском саду в школе советском союзе я я я поражен это очень страшно это очень страшно что есть такая вот . на планете земля которая агрессивная враждебная и без без интеллект вот это страшно понять понимать что такое критичное решение конечно физическое мышление критичное критичное немышление решение а критичное решение а люди когда не имеют ценности а фанатики принимают решение которые как как советском извините сейчас в советском союзе говорили после меня хоть поток да я вот это вижу в россии офигизм и ну и пусть он по лондону кинет ракету ну и ладно вы не понимаете что это конец нет надо лондон разбомбить понимаю это недоразвитие мира сего до берегите себя буду ставить лайки продолжайте свое дело даже если один человек задумается вы не зря работает спасибо большое я могу нас с вами диалог выставить или как вы скажете так он же очень простой человеческий ну да нет если вы скажете да я я его выставлю если нет начали вы не пожалуйста ну а чё я такого сказал я сказал правду нет устали правду вы пока находитесь в россии поэтому и что я ушел с этой россии уеду даже если меня поймают они что изменят мои слова уже не вырежут знаете в чем хорош интернет один раз туда попала и все второй раз уже не удалишь это правда много этого не понимают да хорошо будет выставляете но там подредактировать маш я заикался где-то и что-то по-русски неправильно говорил все в порядке все нормально это ваше мнение слушайте вы столько лет живете в израиле люди понимают я гражданин я родился в ссср был гражданином ссср уехал из россии сейчас приехал в россии и у меня понимаете у меня не то что дикость у меня вот шаблоны я я я этих людей с которыми видел я не понял почему они изменились плохую сторону хотя помните в советском союзе песенка была миру мир там считалки эти войны не нужно потом потом помните этот песенка была и написал в уголке да где это все которое это вот это было нас этих воспитывали детей так а теперь этого нет здесь культ смерти культ войны все это абсурд за рисунки которые мир там против войны люди сажают тюрьму штрафуют да что такое это абсурд за зеркалье страна наоборот но воспитывали то нас не так куда это все делать это это не удивление это непонимание поэтому нафиг этот паспорт я достать я вас услышал спасибо за диалог вам всего хорошего да все будет хорошо выставляйте если вам захочет только прослушать еще раз наш диалог потому что возможно я косноязычный ничего переключилась вот такой диалог друзья напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам всем как всегда желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока